В Киеве заявили, что России придется договориться о транзите газа. В Киеве заявили, что России придется договориться о транзите газа. 6.9 РИА Новости, Стрингер, газокомпрессорная станция в Закарпатской области Украины. РИА Новости, Стрингер, газокомпрессорная станция в Закарпатской области Украины. Архивное фото Москва, 25 и Анфрия Новости. Россия будет вынуждена подписать с Киевом новый контракт на транзит газ в Европу, так как до запуска газопровода «Северный поток-2» все равно остается необходимость обеспечивать поставки голубого топлива, такую уверенность в эфире и онлайн-канала. УМН высказала за министра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко. По мнению чиновницы, одним из факторов, из-за которого Россия будет вынуждена подписать новый контракт, является необходимость продолжать транзит газа через Украину из-за неготовности газопровода «Северный поток-2». 23 января, 8 часов ни денег, ни транзита, Украина провалила газовые переговоры в Брюсселе до 1 января 2020-го. Россияне все равно не успевают построить свой знаменитый и очень дорогой «Северный поток-2». Им все равно придется каким-то образом транспортировать свой газ в Европу. Это понимают европейцы, это понимают россияне, это понимаем мы. Поэтому чем дольше россияне тянут, тем сложнее будут финальные переговоры, тем меньше будет времени для достижения каких-либо общих знаменателей и так далее, заявила Бойко. С учетом данных обстоятельств, Киев не намерен идти на компромиссы по решению стокгольмского арбитража, так как позиция Москвы ухудшается и ухудшается, добавила чиновница. В понедельник в Брюсселе прошла трехсторонняя встреча России, Украины и Еврокомиссии, на которой обсуждались вопросы транзита газа после 2019 года, когда истечет действующий контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом». Никаких конкретных договоренностей не было достигнуто, однако ЕК сделала сторонам предложение по будущему контракту, раскрыв широкой публике лишь основные его детали. По мнению ЕК, контракт должен быть подписан на срок более 10 лет, а объемы быть привлекательными, в том числе, для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской ГТС. Продолжить обсуждение стороны договорились в мае после президентских выборов на Украине, которые пройдут 31 марта, 22 января, 13.43 по «Газам». Временно размышления у Киева на исходе в 2019 году заканчивается контракт, который регулирует транзит российского газа через Украину. Что будет после этого, и будет ли вообще, зависит от готовности Киева вести серьезные переговоры. Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решение по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены транзитного решения. В 2018 году «Нафтогаз» начал новый арбитраж, в рамках которого требует от «Газпрома» пересмотра тарифа на транзит газа в 2018-2019 годах. Исковые требования компания оценила в 11,58 миллиарда долларов. «Северный поток-2» В настоящее время «Газпром» реализует проект «Северный поток-2», который предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой СПЭГ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект «Северный поток-2» является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращение транзита российского газа через Украину в ЕС.